Хайсом, я нашёл страницы кодекса, как ты просил. Всего шесть. А, прекрасно. Первые незримые оставили слишком мало записей. Теперь наши знания о них приумножатся. Возможно, всё это писали сами основатели незримых. Но их имена, к сожалению, уже давно позабыты. Видимо, они так хотели. Я надеюсь, эти записи позволят нам что-то выяснить. Кто знает. Я лично не могу здесь разобрать ни единого слова. Знаешь, у торговца с чёрного рынка, Реды, есть запись того же периода, что и страницы кодекса. Поговори с ним, если хочешь посмотреть. Здравствуй. Реда, Хайсом сказал, что у тебя есть записи одного из первых незримых. А, это старьё? Да. Короткое письмо от одного незримого другому. Крайне редкая вещица. И как оно к тебе попало? Его оставил мне на хранении друг. Его звали Баек. Египтянин. Славный малый. Мы с ним давно не виделись. Очень-очень давно. Как бы то ни было, письмо на дематическом. Так что ты его вряд ли прочтёшь. Но можешь взглянуть. Берегись, любимая. Я слышал рассказы о тайном кодексе, что передают друг другу в конторах наши последователи. Как в Империи Августа, так и за её пределами. Он зовётся кодексом Магоса, и в нём сказано, что ты одна из основателей незримых. Это не только подвергает риску тебя. Это противоречит принципам нашего братства. Мы ищем справедливости, избегаем похвалы за наши труды и должны таиться в тени своих побед. Если ты найдёшь страницу этого кодекса, советую их уничтожить. Так мы сохраним дух незримых. Я знаю, что сделать это будет непросто. Немногие способны долго хранить подобные тайны. И, быть может, мы потерпим поражение. Но если мы и пойдём, то сражаясь за справедливость. Береги себя, мою любовь. Исида. Звезда Севера. Даже на закате жизни я твой, Осирис. Пусть наш гор переживёт нас. Я часто думаю о тебе, милая. Утром и вечером. Днём и ночью. И в дождь, когда шеи касается дыхания Амуна, я помню, как её покрывали твои поцелуи. И буду помнить это до самой смерти.